По священному Писанию, 2000 лет назад в Яслях в пещере родился Сын Божий и Иисус Христос от Девы Марии. К родившемуся младенцу волхвы принесли свои дары – ладан, золотый и смирну. В период рождественского поста верующие призваны подготовить себя к великому событию Рождества Христова, чтобы на праздник принести Богу, подобно волхвам, свой подарок – чистое сердце и добрые дела. Наша душа должна быть способной, чтобы вместить Христа. То есть там должно быть достойное место, место, где нет греха, где чистота духовная, где святость, где добродетель, где смирение перед Богом, молитвенная подготовка такая. То есть наша задача, чтобы наша душа соответствовала тому событию, которое мы ждем. Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он длится 40 дней – с 28 ноября до 7 января. Последний день перед постом приходится на День памяти апостола Филиппа. Поэтому рождественский пост еще называют Филипповым. Церковью предусмотрены ограничения в пище животного происхождения. При этом разрешается рыба. Священники говорят, что еда – не цель, а лишь вспомогательное средство для изменения своего духовного состояния. Пост позволяет, дает нам возможность углубиться в духовной жизни, обратиться внутрь себя, очиститься от внешних каких-то физических и телесных препятствий к тому, чтобы вспомнить о ближнем, вспомнить о делах милосердия, увидеть свои какие-то недостатки и пороки, исправить их. Как правило, в декабре у людей появляется много забот. Нужно успеть завершить годовые отчеты, купить подарки на Новый год, украсить дом, сделать бытовые дела. А вокруг царит предпраздничная суета. В такие моменты сложно не потерять духовной сосредоточенности. Протеерей Александр Брюховец советует даже в круговерте будней доходить возможность для служения ближним. Даже вот в этой суете мы можем найти те моменты, где можем послужить ближнему. Те моменты, где мы можем реализовать свое христианское призвание, где мы можем показать пример милосердия, сострадания, любви, терпения, где мы можем явить себя как христиане, даже вот в этой суете. Рождественский пост завершится 7 января праздником Рождества Христова. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.